Всем привет! Вы на нашем канале DOSBLOG. Меня зовут Катя. Меня зовут Дима. И сегодня мы вам расскажем про наше путешествие в Португалию. Продолжение следует... Большинство туристов летят в Португалию именно летом, для того, чтобы окупаться в океане. Мы советуем лететь именно в августе, потому что в августе тёплая вода. Мы были там в конце июля. Ну как тёплая? Относительно тёплая. Мы были там в конце июня, в начале июля, и вода была холодная. И мы, в принципе, можно сказать, особо не накупались. То есть мы в основном загорали. Поэтому мы советуем вам ехать в августе. И нам местные говорили, и мы так думаем, что в августе всё-таки вода будет потеплее, чем в июне и в июле. Первый совет, который мы хотим вам дать, путешествуйте по Португалии на машине. Арендуйте машину. Это не очень дорого стоит, особенно если арендовать заранее и через интернет. Об этом вам подробнее расскажет Дима, потому что это его сфера. И от себя, как турист, как не водитель, могу вам сказать, что вы получите массу удовольствия. У вас будет куча шансов заехать в места, в которые вы бы никогда не заехали, путешествуя на автобусе или, не знаю, в экскурсионной программе. Поэтому путешествуйте самостоятельно и брейте машину. Существует множество сайтов, где можно арендовать машину, но заходить на каждый сайт и сравнивать цены, искать самый дешёвый и выгодный вариант, это очень долго. И поэтому существуют такие сайты, которые собирают все компании в одном месте и показывают вам предложения всех компаний. И вы можете сами выбрать, какой дешевле и какой вариант лучше. Таким сайтом является Rental Cars. Именно этим сайтом мы пользовались для того, чтобы арендовать машину. И мы арендовали, для тех, кто знает, кто разбирается в машинах, мы арендовали Fiat 500L. То есть достаточно большая машина, у нас было 4 человека, мы вдвоём и наши родители. И мы там прекрасно разместились в этой машине. На 7 дней у нас вышло 86 евро всего лишь. Мы снимали машину в компании Budget. И наш главный вам совет, это уточняйте про депозит. Потому что у каждой компании своя сумма депозита. И может быть, что сумма может доходить до 1000. То есть вам нужно будет отдать 1000 евро депозит. И, ну, то есть, я думаю, эта сумма вам пригодится для путешествия по Португалии, чем ждать, пока её вернут вам. Да, но депозит не забирают, вы должны это понимать. Его не забирают, а просто сумму блокируют или снимают с вашего счёта, а потом возвращают. Да. Ну, не знаю, у многих ли людей есть в резерве такие деньги. Rental Cars посоветовал нам множество компаний, но мы остановили свой выбор на компании Budget. Я написал этой компании на электронную почту и узнал, что депозит у них будет 100 евро. Мы вам настоятельно рекомендуем снимать машину сразу же в аэропорту. То есть на сайте, да, на сайте Rental Cars, когда вы будете выбирать место, где вы будете забирать машину, укажите аэропорт, с которым вы приезжаете. И место сдачи автомобиля указывайте тот же аэропорт. Потому что если вы укажете другое место, то сумма может быть больше. То есть если вы сдаёте в том же месте, где и брали машину, получится намного дешевле. Также обратите внимание, если водитель младше 25 лет, да, правильно? Да, да, да. То тогда они снимут с вас ещё дополнительную плату за то, что у вас молодой водитель. Поэтому если у вас в компании есть постарший водитель, то берите, арендуйте смело машину на него. А может везти кто угодно. Потому что мы лично так и делали. В общем-то у нас было по сути два водителя, хотя арендовали машину мы регистрируем только на одного. Да. Если вдруг вы всё-таки решите путешествовать на машине, то есть захотите арендовать машину в Португалии, мы вам расскажем про некоторые нюансы, про дороги, про парковки и про платные дороги. Первое, что мы вам расскажем, это то, что в Португалии дороги платные. Все главные магистрали, за них нужно платить. Естественно, есть бесплатные пути, но они, как правило, на часа полтора, на два дольше, чем просто ехать напрямую по платной дороге. Цена на проезд через платную дорогу не такая уж и большая, чтобы вообще отказаться от путешествия на машине по Португалии. Например, путешествие из Лиссабона в Порту у нас заняло 3 часа, и мы заплатили за платную дорогу 20 евро. Нас ехало 4 человека, и если вы посмотрите цены на трен или на автобус из Лиссабона в Порту, то вы видите, что эти 20 евро не такая уж и большая сумма, потому что цена на автобус или на трен будет стоить как минимум 50 евро в одну сторону с человека. Есть два вида пропускных пунктов, где нужно платить на дорогах. Первый вид – это когда вы просто проезжаете на машине, и будет как в турнике, и вам нужно достать билетик, и в конце оплатной дороги вам за этот билетик нужно будет заплатить. То есть эта система полностью автоматизирована, ни с кем вам разговаривать не нужно. Я думаю, что вы с такой системой сталкивались в своей жизни. И второй вид – это система оплаты через RFID-чипы. Как правило, этими чипами оснащены все автомобили Португалии, и даже включая те, которые сдаются на прокат. Вы видите сверху такую штучку, на которой будет написано… Сверху зеркала. Да, 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 где-то в районе зеркала. Будет такая штучка, на которой будет написано Via Verde. То есть это система оплата по чипу. То есть этот чип привязывается к банковской карточке. Как только вы проезжаете пропускной пункт, где нужно платить, деньги автоматически списываются с карточки. На пропускных пунктах в этом случае, если вы используете этот чип, останавливаться не нужно. Просто проезжаете мимо, и деньги автоматически списываются. Но так как вы арендуете машину, деньги списываются с компанией, которая дала вам эту машину. И поэтому в конце вашего путешествия, когда вы будете сдавать машину, предупредите сотрудников компании, что вы использовали эту систему Via Verde, и тогда они посчитают стоимость, которую вы должны отдать за дорогу. И эту сумму, как правило, снимают с вашего депозита. То есть вам вернут не сто евро, которые вы положили, например, а меньше. И как итог, мы вам советуем не экономить на платных дорогах. Они просто потрясающего качества, и они очень быстрые, удобные. Сэкономят ваше время? Да, что самое главное. Если вы приехали в Португалию, наверное, логично, что вы будете где-то жить. Сейчас я вам расскажу, как и где можно арендовать квартиру. Про отели вам не скажу, потому что, в принципе, с отелями все просто. Вы заходите на сайт отеля и там выбираете. Или есть прекрасный сайт Booking.com. Вы там себе тоже можете арендовать отель или даже квартиру, кстати. Наш любимый сервис это Airbnb. Это невероятно удобный сервис. Это сайт, на который вы заходите и вписываете туда даты вашего путешествия, место и количество людей. И, в общем-то, вам выбивают все варианты. Вы можете арендовать как комнату, так и целую квартиру, или виллу, дом. В общем, там очень много вариантов, все что угодно есть. И сразу же, как только вы забронировали квартиру, нажали Book или Забронировать на сайте, с вас снимаются деньги, с вашей карточки. Эти деньги еще пока не идут хозяину квартиры, они хранятся на сервисе. И потом, как только вы выселяетесь, эти деньги отдаются владельцу квартиры. Так что можете не переживать, это абсолютно безопасно. И даже если вы приехали в квартиру, и оказалось, что она совершенно выглядит не так, как на фотографиях, или вас что-то не устраивает, вы можете обратиться в сервис и сказать, что у вас какие-то проблемы, и они вам вернут деньги или как-то помогут. В общем, честно говоря, у нас ни разу такого не было, поэтому я не знаю, как они помогают, но деньги это точно не надо. Да, обычно все проходит хорошо, потому что перед тем, как забронировать квартиру, вы увидите, что там есть рейтинг, что там есть комментарии, то есть вы ознакомитесь со всей информацией про то, что пишут люди про эту квартиру, что пишут про хозяина этой квартиры, то есть абсолютно все, что вас интересует, вы можете найти и убедиться, что все пройдет хорошо. Если вы все-таки решили пользоваться этим сервисом, мы вам можем дать скидку. Ссылочка будет в описании, и если вы зарегистрируетесь по этой ссылочке, вам будет бонус. Сумма бонусов постоянно меняется у них, поэтому на данный момент, когда мы записываем это видео, они дают 13 евро скидку. Эта скидка будет действовать только в случае, если вы зарегистрируетесь, вот прям при нажатии на ссылку, и если вы ранее не пользовались сервисом Airbnb. Скидка автоматически применяется на вашу первую поездку, на ваше первое путешествие. Конкретно в нашем путешествии мы жили в трех городах, по сути. Правильно, уже в трех? Да, в трех. Мы там арендовали квартиру заранее. Кстати, квартиру лучше арендовать за месяц, максимум за две недели, потому что уже меньше, чем две недели, там остаются только дорогие квартиры, и не очень хорошие варианты. Вот, поэтому арендуйте заранее. Как я уже сказала, что мы жили в трех городах. Первый это был Лиссабон. Мы там сняли замечательную квартиру с просто потрясающим видом, и с террасой, с огромнейшей просто террасой. Вот, и эта квартира нам обошлась в 80 евро. Двухкомнатная квартира на четверых человек, с кухней, с ванной и туалетом, с прекрасной террасой, с потрясающим видом. И она огромная была. Да, 80 евро. За ночь? Да. Потом следующая квартира у нас была в Порту, мы там оставались только одну ночь, и она также нам обошлась... Нет, она обошлась нам дешевле, в 70 евро. 70 евро мы заплатили за нее. Тоже хорошая квартира, конечно, без шикарного вида, но квартира, правда, хорошая. Там было две спальни, вот, и все, что нужно вам для жизни. И третье место, где мы остановились, был город Албуфейра, мы там отдыхали неделю, и мы сняли просто прекрасную квартиру с шикарнейшим видом на море, на город, и за нее мы отдали 90 евро в сутки. Наше путешествие мы планировали заранее, я даже подготовила прям целый тур, как мы должны передвигаться, куда мы поедем, у нас был план. И так вышло, что как только мы приехали в Лиссабон, мы приехали под вечер, заселились, и на следующий день мы решили ехать в Порту. Как вы уже знаете, мы путешествовали на машине, и утром мы выехали в Порту, и по дороге в Порту мы заехали в фантастический город, который называется Обидуш. Вообще-то португальцы произносят его как-то вроде обдж, но я не португалка, я не знаю, как правильно, поэтому я говорю Обидуш, как читаю, в общем-то. В этом городе достаточно провести пару часов, больше там просто нечего делать, потому что сам город очень маленький, и он достаточно туристический, вот, и советуем туда приехать утром, потому что как только стукнет 11 часов, туда приезжают куча туристических автобусов, и там становится много людей, поэтому приезжайте утром. Главное, что нужно знать об этом городе, это то, что это город, это кусочек Португалии, который хочется видеть туристу, когда приезжает в Португалию, потому что там настолько аутентичные вот эти здания, все это выглядит очень так по-португальски, и там можно сделать кучу классных фотографий, поэтому советуем туда обязательно заехать, и, честно сказать, из всех городов, которые мы были, он у меня на втором месте после Лиссабона по красоте. Из советов, что вам нужно попробовать Обидушу, потому что вы привыкайте, потому что я буду говорить во всех городах, что вам нужно попробовать, потому что в Португалии так принято, то у них в каждом городе есть какая-то фишка. Так вот, Обидушу там есть Жинджиа, это алкоголь португальский, и он подается там в шоколаде. Вот, можете это попробовать, и в шоколаде Жинджио вы больше нигде не найдете, или найдете, но сложно будет. Также в Обидушу очень хороший выбор сувениров, если вы там видите прикольные сувениры, покупайте, там цены нормальные, и вы вряд ли это найдете даже в Лиссабоне, потому что в Лиссабоне, наверное, много китайского хлама, вот в Обидуша действительно есть вещи местного производства, не сувенирная продукция, а именно вот аутентичные вещи, поэтому не бойтесь покупать. После Обидуша мы приехали в Порту. Порту нас впечатлил тем, что это очень маленький городок, это, наверное, самый маленький город, в котором я был в Европе, но он невероятно красивый. Там вы видите красивейшие мосты и типичные европейские маленькие улочки. Естественно, в Порту самая главная вещь, которую нужно сделать, это попробовать Портвейн. Мы вам советуем записаться на тематическую экскурсию на тему Портвейна в любую из компаний, которые изготавливают Портвейн. На такую экскурсию можно записаться в районе Виланово-де-Гая. В этом районе есть, по-моему, 7 домов Портвейна, так называемых домов, то есть там, где делают Портвейн. Посоветовать какую-то особенную компанию, в которой стоит попробовать Портвейн, я не могу, потому что мы были только на одной. Это была компания Грэмс. Нам, в принципе, понравилось, и я бы посоветовал туда сходить. Там очень интересно. Там есть экскурсии на русском языке. Там вы сможете попробовать Портвейн, то есть там есть дегустация, при том, что там есть Портвейн, которому 30 лет, 10 лет, 20 лет, какой-то еще Портвейн. И такая экскурсия с дегустацией в среднем, вообще в любом, наверное, другом месте вам обойдется 15 евро в среднем. Но если вы хотите попробовать Портвейн более старый, более изысканный, я в нем сильно не разбираюсь, честно вам сказать, то вам придется заплатить немножко дороже, около 20 евро, может быть, даже и больше в каких-то местах. Да, это за экскурсию с дегустацией в конце. Если вы все-таки решите пойти на экскурсию и на дегустацию в компанию, в которой были мы, это была компания Грэмс. Мы вам оставим ссылочку в описании под видео, по которой можно зарегистрироваться на экскурсию. Также в Порту мы сходили в классный ресторан, который называется Антунеш. В общем-то, это, можно сказать, бюджетное место по сравнению с другими ресторанами. Но, тем не менее, очень там вкусно, все очень хорошо, сервис прекрасный. И там есть у них фирменная фишка, это свиное колено. Оно просто невероятное, попробуйте, но сразу предупреждаю, что порция большая, ее хватит на двоих смело, может, даже и на троих. Также там мы пробовали бакаляу, это фирменная португальская рыбка. На русском это треска. Вот на португальце говорят бакаляу, поэтому, чтобы вам было легче. Привыкайте к бакаляу. Да, привыкайте к бакаляу. Сразу хочу вам дать совет по поводу португальских кафе и ресторанов. У них есть такая фишка, всегда перед вашим заказом вам принесут комплимент. И этот комплимент обычно у них платный. Даже не обычный, я бы сказала, всегда он платный. Поэтому, если вы к нему не притрагивались, не хотите за это платить, вам это вообще не нужно, скажите официанту, чтобы забрал это блюдо. И в конце обязательно проверьте чек. Особенно вот в этом ресторане, в котором мы были. И там нам включили в чек то, от чего мы отказались. И официант потом делал вид, что он ошибся, не знал. И тогда еще очень неприятная штука. Поэтому лучше будьте к этому готовы. Это не особенность ресторана, это особенность ресторанов всех, абсолютно. В Португалии всегда проверяйте чеки. Также типичная еда в Порту это блюдо, которое называется францисиня. Мы, к сожалению, ее не попробовали, но местные продугальцы настоятельно нам советовали ее попробовать. Поэтому, если вы будете в Порту, попробуйте ее за нас. Следующий город, про который мы расскажем, это Синтра. Этот город находится близко от Лиссабона, поэтому вы можете, если вы остановитесь в Лиссабоне и вызываете машину, вы можете туда добраться очень быстро. Синтра это город дворцов и замков. Будьте готовы к тому, что Синтра находится на горе, и чтобы добраться туда, нужно будет постоянно подниматься вверх. Там достаточно крутые и большие серпантины, поэтому предварительно психологически подготовьтесь к нелегкому путешествию. Но оно того стоит. Как я уже сказал ранее, в городе очень много дворцов, но мы вам советуем выбрать всего лишь несколько, потому что посетить все это займет очень много времени, и я вас уверяю, далеко не все они достойны посещения. Мы выбрали один дворец, который называется Пена, просто фантастической красоты, как в сказках, это желтый дворец. Вход в этот дворец стоит, вернее, на территорию дворца стоит 14 евро с человека, но в этот билет входит посещение самого дворца и также посещение парка, который находится возле дворца. Парк огромнейший, красивейший, там экзотические растения, и в общем, советуем, советуем, советуем. Типичная еда, точнее десерт города Синтры, мы написали название этих десертов здесь, потому что наш португальский не настолько хорош, чтобы произнести это правильно, и люди, которые будут нас смотреть и знать португальский, им будет не очень приятно слушать наш язык. Да, как выглядит этот десерт, вы видите сейчас на видео, и к этому десерту прекрасно подходит кофе португальский, который, кстати, там просто отличнейший. Берите кофе в Португалии, берите десерт и все пробуйте, очень вкусно. Также мы были в городе Каимбра. Сказать честно, этот город нас не очень впечатлил, и если вы устали или если у вас не хватает времени, то особо не расстраивайтесь, если вы не сможете посетить город Каимбра. Что примечательного там, то, что это первая столица Португалии, но это на городе никак не отобразилось, то есть обычный, обычный простой португальский городок, где можно просто погулять по центру. Ну, в общем-то, мы там были, но сказать, что этот город прям... Советуем, нет. Да, что этот город прям стоит посещения, не скажем. Хотя там есть очень красивый парк, в котором красивые растения, тоже экзотические, Да, ботанический сад. Да, но честно говоря... Город Авейру. Тем, кто был в Венеции, этот город может показаться не очень-то красивым, но тем, кто не был, например, мне, этот город показался потрясающим. Авейру называют португальской Венецией, потому что у них также есть река, которая разделяет город, и по этой реке курсируют маленькие кораблики. У меня вылетело с головы, как они называются? Гондола. Гондола? Ну, не знаю. Ну, в общем, да, маленькие кораблики. Город очень миленький и маленький, достаточно пару часов, чтобы посмотреть и обойти весь город. И, конечно же, фишка этого города это десерт фирменный, называется Ovas Moles, в переводе это мягкие яйца. Десерт стоит попробовать, так как вы уже в этом городе, но я не скажу, что у нас как-то впечатлил и стал любимым, нет, но попробовать можно. И мы подошли к вишенке нашей программы, это Лиссабон, это город, который нас больше всего впечатлил и понравился. Субтитры сделал DimaTorzok город нам очень полюбился, но не полюбилось то, что постоянно нужно подниматься вверх. Просто смиритесь с этим, привыкните, вы будете постоянно идти вверх, вниз, вверх, вниз. Это именно касается исторической части города, все находится на холмах. Но об этом есть плюс, как только вы подниметесь до крайней точки, то есть, когда уже нужно будет спускаться вниз, перед вами открывается потрясающая панорама. И в чем примечательность этого города, что нет каких-то специальных панорамных мест. Только вы подниметесь на самый верх, вы увидите с абсолютно любой точки в Лиссабоне, вы видите офигенную панораму на город. И первое, о чем нужно сказать, в Лиссабоне вам понадобится транспорт, естественно, хотя может и не понадобится, если вы будете жить в центре. Но нам он был нужен, потому что мы жили не совсем в центре, мы жили на холме, туда было добираться сложно и далеко, и мы постоянно ездили на Uber. Uber в Лиссабоне, вообще в Португалии очень недорогой транспорт, это такси, притом очень бюджетное такси, я бы сказала, потому что одна поездка, например, с центра города до нашего дома, там где-то минут 15 езды, и нам она обходилась где-то в 6 евро. Да. Это гораздо дешевле, чем даже общественный транспорт, если вы путешествуете, например, вчетвером, как это делали мы. Естественно, для одного человека, наверное, не очень выход. Если вы решили выбрать все-таки общественный транспорт, вам обязательно понадобится проездной, потому что без него, в принципе, можно заплатить за проезд, но с вас дерут три шкуры. Проезд тогда вам обойдется в два раза дороже, чем с этим проездным. Поэтому купите проездной, его можно купить на любой станции метро, в автоматах, там есть специальные автоматы, там есть всегда помощники, которые вам помогут разобраться во всем, поэтому лучше купить проездной. Также проездной вам понадобится, если вы решили проехаться на знаменитом 28-м трамвае, это ретро-трамвай в Лиссабоне, стоит посещение, сразу вам скажу, вот, и также тариф на транспорт, как и на общественный, на весь общественный транспорт в Лиссабоне, евро-20, правильно? По-моему, да. Как-то так, честно, я вам не скажу, но где-то вот здесь, но если вы без проездного, то вам трамвайчик обойдется в 2,50 или 3 евро, я не помню тоже точно, но разница есть. И раз мы затронули тему знаменитого Лиссабонского трамвайчика, мы вам скажем и посоветуем все-таки сесть на этот трамвайчик и проехаться полностью по его маршруту, то есть от первой станции до последней, да, от старта до финиша. Маршрут трамвайчика проходит через практически все до сопримечательности Лиссабона, то есть вы можете посмотреть весь Лиссабон сидя в таком аутентичном, старом, маленьком и просто прикольном трамвайчике. Советуем вам проехаться в этом трамвайчике утром, именно с утра, потому что с утра не очень много людей и вы будете сидеть. И не жарко. Да, и не жарко. То есть часов 11-12 и уже до самого вечера сесть трамвайчик нереально даже на его начальной, на первой станции, откуда он начинает ходить. В Португалии дороги маленькие и узкие, а трамвайные колли еще уже. И вот что впечатлило нас больше всего, так это то, когда ты сидишь в трамвае и видишь насколько все маленько и узко, что ты буквально с окна трамвая можешь дотронуться до проходящих мимо людей. А на некоторых поворотах вообще местным и туристам приходится прижиматься к стене, чтобы пропустить трамвай. Да, это очень впечатляющее зрелище, особенно, когда ты сидишь внутри этого трамвайчика. А также это страшное зрелище, потому что там орудует карманники и поэтому вот так вот у вас могут выходить и телефон. то есть в этом трамвайчике отсутствуют, как правило, окна и это да, это золотая жилка для карманников и воров, потому что если вы будете держать телефон с открытого окна, естественно, вас его могут выхватить и украсть, поэтому держите его двумя руками или просто не высовывайтесь с окна. Следующее место must visit в Лиссабоне это фабрика Дената. Это место, где можно попробовать фирменный португальский десерт Паштель Дената и выпить вкусного португальского кофе. Родиной Паштели считается или, не знаю, родиной, не родиной, местом, где они самые вкусные, почему-то считают район Белем в Лиссабоне, но мы по Лиссабону пробовали Паштели везде и, честно говоря, везде было вкусно. Я не знаю, ты заметил какую-то разницу? Нет, вообще никакая разница. Поэтому советую просто это место, потому что оно очень нелюдное, находится в центре и там вкусный паштель. Также в Лиссабоне есть очень классное и интересное место, где можно вкусно поесть. Это ресторан Palacio Ciado. В ресторане есть два этажа и четыре разных вида кухни, то есть четыре разных уголка, где можно взять еду. Это уголок с рыбой, с мясом, с суши и с десертами. И с тапосами. А, и с тапосами. Ну, тапосы где-то объединенные с другим местом. Я уже забыла, не знаю. Там либо четыре, либо пять разных уголков сюда. Ну, в общем, да, в каждом уголке, в каждом месте в этом ресторане подают какую-то специфическую еду. Система заказа в этом ресторане работает так. Вам выдают персональную карточку, вы на эту карточку заказываете себе еду. Когда вы сделали заказ на кухне, вам выдают такую вот платформу и она светится, когда ваш заказ готов. Как только она заседилась, вы даете официанту и официант приносит вам ваш заказ. Вот. Потом в конце ужина вы идете на кассу со своей карточкой и это оплачиваете. В общем-то и все. Еще одно место в Лиссабоне, где можно вкусно покушать и классно провести время, это рынок Time Out. На этом рынке можно найти много ресторанов с разной кухней и еда, которые предлагают эти рестораны, она очень интересная и аутентичная. Потому что, например, я пробовал сэндвич с лососем, а Катя ела сэндвич с крабом. то есть вот такие вот интересную еду можно там попробовать и в принципе по весьма демократичным ценам. Да, и кстати этот сэндвич был просто восхитительный, он был просто невероятный. Поэтому, если вы будете там и не знаете вот что мне заказать, что мне заказать, думаете постоянно идите туда, закажите этот сэндвич, он очень вкусный. Да. Лучший сэндвич в моей жизни. Португалия и в частности Лиссабон также славится своими консервами. И там есть много очень прикольных интересных магазинчиков, где можно купить эти консервы, но больше всего нас впечатлил магазин, который называется Mundo Fantástico da Sardinha Portuguesa. В этом магазине просто царит атмосфера сказки и заходя туда просто хочется купить эти консервы, даже если вы их не любите. Вообще мы вам советуем купить эти консервы как сувенир кому-то, потому что они упакованы в очень интересных консервных баночках и я думаю... Там даже можно выбрать год вашего рождения. Да, то есть класс, заходите обязательно туда. Также если вы хотите устроить себе шоппинг в Лиссабоне, кроме центра города, где вы видите кучу магазинов, есть еще отличное место для шоппинга, это Outlet Center, который находится на другом берегу от Лиссабона. И когда вы будете ехать на этот другой берег Лиссабона, вы будете прожать мост Васко-да-Гамма, очень красивый мост, супер. А теперь про шоппинг. Там есть огромный Outlet городок, где куча магазинов и цены там действительно намного-намного ниже, чем в обычных магазинах, поэтому съесть туда, там хороший выбор вещей. Поэтому для тебя есть много брендов, как дорогие, как Boss, по-моему, там есть Тольчегабана, что-то типа этого, в которое я не заходила, естественно. Есть более дешевые бренды, такие как Nike, Pull&Bear даже там есть и так дальше. И последний город, про который вам расскажем в Португалии, это Альбуфейро. Этот город мы выбрали для поездки, вот именно для того, чтобы покупаться в океане, просто поваляться на пляже и покупаться. Альбуфейро это типичный португальский курортный город, хотя он даже типичный европейский курортный город, потому что он похож на курортный город в Италии или в Испании или где-то еще в Европе на Средиземном море. В общем, он очень типичный, ничего там особенного прямо нет. Там есть старый город, там есть места с виллами и пляж. Да. Вот. Также там есть типичные развлечения для туристов, бары, куча баров и ресторанов. Там отдыхает очень много британцев, просто нереальное количество британцев. Я думаю, 90% всех туристов там это британцы. Да, и поэтому я даже не могу назвать этот город португальским, если честно, потому что от Португалии там остались только продавцы сувениров. Ну, и архитектура, естественно. В старом городе много. Но, что хорошо в этом городке, что он находится недалеко от аквапарка Слайд энд Сплэш. Там есть еще один аквапарк, название которого я забыл, но мы даже на него внимания не обращали, потому что мы прочитали, что аквапарк Слайд энд Сплэш он самый большой в Европе. И он, в принципе, да, он в принципе большой, мы с этим согласны. Но, единственная вещь, которая нам там не понравилась, это огромные очереди. и стоять в этих очередях при палящем солнце было, честно говоря, не очень приятно. мы прокатались, наверное, всего лишь раз 6-7, наверное, то есть 6-7 горок попробовали, и за все время, которое мы там были, то есть до часа 3-4. В общем, да, очереди там огромные. И очереди там в сезон, именно летом, постоянно. Мы были в понедельнике, и у нас были надежды, что в понедельник там будет меньше людей, но нет. Да. Вот. Еще один нюанс по поводу этого аквапарка. Кроме входного билета, который вы, кстати, можете купить в старом городе, там есть куча агентств, которые продают билет дешевле, кстати, чем в интернете в аквапарк, вам еще нужно будет заплатить за шкафчик за хранение вещей. У нас вообще была комитетная ситуация, потому что мы хотели вообще не брать деньги с собой, и слава богу, слава богу, что мы хоть что-то взяли, потому что если бы мы не взяли, нам некуда было положить наши вещи. Ключик от шкафчика стоит 5 евро, вот, поэтому рассчитывайте на это. Да, и еще в этот аквапарк можно приносить с собой еду, и естественно, как и во всех аквапарках мира, кушать на самой территории аквапарка очень дорого, поэтому мы вам настоятельно советуем взять с собой еду. Там есть территория из травка, где можно посидеть, устроить пикничок и просто насладиться. И также совет, я бы сказала, номер один из всех советов, которые мы дали по поводу аквапарка, мажьтесь кремом, потому что там просто все сгорают. И в этих очередях просто стоишь под солнцем, сгорает спина, грудь, поэтому мажьтесь обязательно, обязательно. очень выгодно делать шоппинг в Португалии, потому что вам нужно будет скупиться всего лишь на 60 евро, чтобы получить tax-free. Ну, как всего лишь, если у вас несколько человек, то это всего лишь, но одного человека это, конечно, может оказаться много. Почему мы говорим, что это 60 евро, это мало, потому что, например, в Испании вам нужно будет скупиться на 100 евро, чтобы получить tax-free, но в Португалии достаточно скупиться на 60. Да. Для тех, кто не в курсе, что такое tax-free, кратко об этом, это система, по которой вам возвращают налог страны, который вы заплатили, покупая какую-либо вещь. Tax-free оформляется в магазинах сначала, то есть вам дают чек и чек именно tax-free, там, где заполнена ваша анкета с вашим именем и номером паспорта, это обязательно, и вашей подписью. Потом вы с этим чеком идете в аэропорт, показываете вещи, которые вы приобрели проверяющему и показываете чеки, он сверяет все и ставит вам штамп, и потом, когда вы уже пройдете в зону дити-фри, вы получите компенсацию, вам вернут деньги, которые я уже сказала, налог, который вы уже заплатили в Португалии. И, кстати, если в некоторых странах не проверяют вещи в аэропорту, то есть, которые вы купили, за которые вы хотите получить деньги за налог обратно, назад себе, то в Португалии эти вещи проверяют, вот прям действительно могут спросить, и с нами приключилась очень неприятная история, да, потому что нас проверили вещи, которые у нас были в багаже, мы его уже сдали, пришли на этот пункт, и нам деньги не вернули, потому что не увидели вещи, за которые мы эти деньги заплатили, хотя, опять же, там в Испании, и Катя была в Греции, никто, Виталий, никогда не проверяет, никто не проверяет вещи, так что в Португалии будьте с этим осторожнее, несмотря на то, что такс-фрим можно оформить за 60 евро, вас могут проверить в аэропорту. Еще один совет по поводу ресторанчиков и вообще мест, где покушать, я думаю, этот совет, он не только специфический для Португалии, для Лиссабона или для Порту, не хотите кушать в туристических зонах, на центральных и переполненных туристами местах и улицах, естественно, там в 2-3 раза будет дороже, и, как правило, не очень вкусно, отойдите немножечко в сторону, там, где ходят местные, и, поверьте, там будет намного вкуснее, приятнее и дешевле. А также вы можете использовать сервисы, такие, как, например, Foursquare или TripAdvisor, там вы можете увидеть рейтинг кафе, найти кафе по локации, которая ближайшая к вам, в зависимости от того, что вы хотите покушать, в общем, зайдите на эти сервисы и посмотрите, что там да как. Да, что в этих ресторанчиках есть. Надеемся, наше видео вам было полезным, поможет вам в вашем трипе в Португалию, хорошего вам отдыха, заходите на наш канал, смотрите наше видео. Да, у нас есть похожее видео про Испанию, ссылочка будет где-то здесь или в описании под этим видео. Спасибо за просмотр, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, если вы считаете, что мы что-то не досказали или рассказали что-то неправильно, и вы знаете... Или у вас есть вопросы. или у вас есть вопросы, в общем, по-любому случаю пишите в комментариях, мы обязательно посмотрим и ответим. Спасибо большое. Всем пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok